Ладно, доброе утро, страна, 28 марта, городок Пегниц, округ города Байруид. Приехали половить форелик, надеюсь здесь удача улыбнется. Неделю назад здесь поймали 29-сантиметровую форельку, но ее отпустили, потому что у нас меньше 300 сантиметров нельзя выловлять. Но радует то, что рыба здесь по всей видимости есть. Сейчас найдем точку и побросаем. В принципе, правила все те же, 30 сантиметров, все что меньше отпускает 2 солмонидов в день. Река называется Фиттеное, приток реки Пегниц. Судя по отзывам, сюда заходят еще налимы и барышки, окуни. Посмотрим. Первый заброс. Есть. Ааа, поймала, слушайте, да это жесть. Первый заброс. Ах ты. Да снимаю. Бах, форель, но она маленькая. Ты счастлива. Да. Слушайте, да это вообще жесть. Это мой первый заброс. Тихо, тихо, тихо. Так, ее надо очень аккуратно снять. Она мучается, ее надо снять. Слушайте, ребята, слушайте, ребята, это моя первая в жизни форель. Ах я. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Так. Ручки трясутся. Растяни эту линейку, я хочу ее помочь. Так, примерно. Ну, наверное, отпустим. Да, конечно, отпустим, нажмем. Просто. Ну, ты видишь, сколько она. Маленькая. Давай, плыви, друг. Она опять не схватила. В ту сторону. День удался. День удался уже. Все, рыбачим дальше. Дайте на свой платочек. Да, да. Так у меня немножко юзаные. Вчера руки пося, парик подирал. Ах, господи. Слушай, это счастье. Это счастье. Это счастье. Это просто такого никогда не было. Я на камеру сняла и сделала фотку. Все сделано. Ах ты ж, зараза. Вот плохо то, что эти деревья прям везти. Слушайте, да я своими воплями, наверное, уже всю рыбу распугала. Ах, какой-то, какой-то. Ах, какой-то. Ах, какой-то. Участвор. Существенное. Ах, какой-то. Действительно, ребята, орать не надо. Ну что, пока что моя первая форель остается и последней. Наш папа ушел вперед, а я стою на старой точке. Зацеп. Зацеп. Вот углов. Конечно, водоемчик засран. Особо-то за ним не следят. Какие-то трубы валяются. Вода более-менее прозрачная. Я читала, судя по отзывам, глубина полтора метра. Что-то здесь водить сложно понадобиться. Забросик. И потихонечку сматываем. Не успели приехать, вот нас уже рыбаки обложили. Два дядьки. Конкуренты потенциальные. Оборвал? Молодец. Рви. Ай, зацепил папа. Брисной. Ай-яй-яй-яй-яй. Применяй грубую физическую силу. Как-то вообще плохо бросаю. Здесь особо не разгуляться, потому что неглубоко. И полно всякой растительности. Садок. Садок? Да. Да он же. Да. Оборвал? Да еще не оборвал. Осторожно. Я вижу. Давай. Эти козлы, они нас, по сути, сдвинули с неплохого места. Ладно. Ладно. Да, ребята, как-то не густо. Походу, что водоем очень маленький, а народу очень много. Да ладно. Обачим дальше. Да, я, походу, единственная, кто здесь поймал рыбу, а ты единственная, кто ее поддержал. Все потеряно. Да. А то вчера у нас прямо в Тепу. Вчера? В Дереке уже сняли. Депресняк, да. Какая стратегическая. Да не то слово. Я, конечно, знала, что ловить рыбу в Германии это сложно. Ну, вот, чтобы настолько запрет на запрете, запретом погоняют. Надежда. Конечно, да. Ничего, маленькую форель поймали. Вера лучше появилась. Расскажи, за сколько она тебе обошлась, эта рыба. Мало, кажется, 160 километров ты проехала. Ну, почему 160? Нет, расстояние от дома 87 километров. Ну, да, хорошо, ладно. 160. Ты проехала. И две карты. Поплатила сколько? 18 евро карты. То есть 36. Вот за такую вот форель. Да. Сколько она там? 36 евро наше удовольствие стоила. Вот эта рыбалка, это я понимаю, вот этот вот экстрим. А то они сидят там в Якутии. С чего это? Палку опустил и, блин, щуку вот эту. Да? Да. Вот у нас трудовая рыбалка, как говорится. Просто жесть. Теперь делаем перерыв до пятницы. У нас тут намечается потепление до плюс 22 градусов. Будем надеяться, что наше родное озеро прогреется, и хоть какая-то плотва начнет нос высовывать. Вот. В пятницу поедем на рыбалку. Ладно, ребят. Город Бутенштейн. Класс. Что-то надею выключится. Вообще здесь здорово. Да? Ну, смотри. Все, сколько народу пошло уже в Андерн. Ну, как бы путешествовать. Как бы машина все забыла. А там впереди, по левую руку, находится Тойфельс Хелли, чертовая пещера. Мы там были. Кстати, у нас даже видео, по-моему, да, еще есть. Так, да, да. Так, да, да, да. Так, да, 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 да. Здесь наверху мы еще какую-то гадость ели, потому что на целях. И вот здесь вот речушка протекает, и там тоже полно форелли. Наверное, что приватная, вот эта, пожалуйста. Я не знаю. Скорее всего. Тоже рыбаки. Да, это не рыбаки, это эти, которые на кануле или как они. Так, вон впереди. Да, да. Здесь находится тоже какая-то канатная дорога. Не, не канатная дорога. В общем, тоже что-то такое непонятное. Развлекательное и непонятное. Походу, у них открыт. Или? Нет. Нет. А закрыт. Машина что-то хрена стоит. Ну, может, готовится. Нет, никто не катается. Ну, вот, красиво. Там наверху у нас еще не было. Бург-Ботенштейн. Крекция Ботенштейн. Интересно, их там канализация как устроена. Открываешь окошко. Может, их дома, наверное, нет. Серьезно. Не знаю. Не знаю. Что работает. Красота.